Всем привет! Сегодня у нас 15 июля 2020 года. Начинает поспевать сорт персика американской селекции раннего срока созревания Кондор. Сорт отличных товарных и вкусовых качеств. Я его очень оценил за его плодоношение. Я уже собираю плоды и потребляю его года 4. Сорт просто класс. Вяжется отлично. Размер при такой нормировке где-то 150 до 200 грамм максимум. Сейчас я вам покажу загрузку этого сорта. Ой, солнце светит. Дерево привито на горький миндаль. Сейчас обойду. Я в этом году его не нормировал в связи с тем, что была очень холодная весна. И плюс были весенние возвратные заморозки в тот период, когда 50% персиков цвело. Я боялся, что ничего не останется с персиком. Ну, как видите, урожай на ветке, на другой, вот отменный. При хорошей нормировке вес плодов может быть 250-300 грамм. У меня тут такого размера не будет, но тут нагрузка очень большая на такое дерево. Вот это деревцо и видите урожай какой. Сорт более-менее устойчивый к кучерявости листьев. Без обработок чуть-чуть поражается. С обработками вообще кучерявости листьев я не заметил. То есть отличный сорт, коммерческий, для промышленных насаждений. Самое то ранний, очень сладкий, очень вкусный. Я уже делал неоднократно видеообзор по этому сорту. Ну, сейчас вот так вот покажу нагрузку его. Вот, гляньте, сколько урожая висит. Классный сорт, отличный. Кто себе его не завел еще, рекомендую. Посадите. Сейчас давайте сорвем на верхней веточке самые спелые плоды. Он держится на ветке отлично. Вот такие вот плодиаки. Сейчас нарвем. Это я вам показал урожайность. Как он себя может показать при весенне-возвратных заморозках. Показал он себя отлично. Надо было, конечно, пронармировать, но ничего. Зато покушаем. Хайплод будет мельче, но его будет намного больше. Сейчас я нарву, разрежу его. И уже продегустируем вкус. Какая мякоть, покажу, кто не видел. То есть сорт зарекомендовал на территории Украины себя отлично. Можно его сажать, в принципе, во всех регионах. Я общался с коллегами, то он себя показывает прекрасно и на севере Украины, и на западе Украины. То есть сорт шикарнейший. Так подходишь и любуешься. Кстати, очень слышно сейчас аромат. Сорт очень ароматный. Подходишь, тут аромат стоит. Классный. По обработке видео, по персикам, кому интересно, я оставлю в описании или в комментариях ссылки на обработки, чем я проводил обработку по данному сорту. От гнили я его не обрабатывал ничем. Он отлично устойчивый к гнили, не гниет. Плоды, ну, сами видите, шикарнецкие. Внизу еще чуть размер не набрал. Зеленоватый, но он, блин, перегруженный. Так, ну что, сейчас на веса положим его. Посмотрим. Так, смотрим вес. При такой загрузке. 158, ну, как я и говорил, 150 грамм где-то. 140 почти. 170. 130. Если его ставить в половину меньше, нагрузку, то плоды будут 200 и выше грамм. Если оставить на дерево еще меньше нагрузку, в три раза меньше, то плоды будут до 300 грамм. Так, давайте тут еще возьму, посмотрим. 136. Нагрузка большая, без нормировки. То вес, в принципе, хороший. Хорош, хорош. Давайте сейчас разрежем, посмотрим. Тут некоторые уже мягенькие, я срывал. Так. Это уже полностью спелый плод. Косточка растрескалась в этом плоде. Вот так. Ой, как он пахнет просто. Обалдеть можно. Вот так вот. Мякоть очень красивая. Насыщенно желтая. Так. Давайте еще кусочком разрежем. Характерная особенность у этого сорта. Вот такой вот клювик. Вот он. Явно выраженный. С клювиком. Вот так вот. На некоторых плодах более выраженный, на некоторых менее. Ну, есть клювик. Косточка у него не отделяется. Плохо. Так. Давайте сейчас посмотрим, какой у него сок есть. Нету. Должен быть, по идее. Это сочный сорт. Ну-ка. Сорт уже мягкий. Нет, это переспевший плод. Сока мало. А ну-качки. В этом попосмотрим. В этом есть сок. Я один плод просто разрезал. Он переспел на самой верхней ветке. На нем сока нету. Сейчас попробуем переспевший. И вот такой, как недоспевший. Недоспевший. Что переспевший, что недоспевший плод. Очень сладкий. С очень приятной такой легкой кислинкой. Дает эта кислинка какой-то необычный аромат. Сладость. Ну, хороший. Сладость хорошая. Кислинка очень маленькая. Она именно вкусная кислинка в этом сорте. Сорт ароматный. Мякоть сочная. У перезревших плодов сока меньше становится. То есть лучше его кушать вот такой вот. Вот-вот должен дойти. Можно сказать, чуть-чуть недоспевших, чем переспевших. Сорт отличный. Рекомендую я всем. Кто еще себе не завел. Купляйте. Сажайте. Будете очень довольны данным сортом. Есть черенки на продажу этого сорта. В небольшом количестве. Кому интересно, звоните для окулировки. Или для весенней прививки. Обращайтесь. Можете купить. И привить себе на какое-то дерево. Или на подвой. И получить себе такой сорт. Сорт хороший. Более-менее устойчив к болезням. Показывает каждый год отличные урожаи. Что я могу сказать. По моим наблюдениям, не за один год я сортом действительно доволен. Очень доволен. И думаю, что кто его не посадит, тоже будет доволен. Его используют очень в данный момент в коммерции. Он очень востребовательен. По вкусовым качествам. По товарным. Ну и по виду. И плюс он очень ранний. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok